Добрый день! В эфире Вести Ульяновского региона в студии Антон Никитин. И коротко о главных темах этого выпуска. 240 литров водки не дошли до своего потребителя. Ульяновские полицейские изъяли партию контрафактного алкоголя. Сохранение наследия и возрождение обители. В день перенесения нерукотворного образа Господа. Митрополит Анастасий возглавил службу в Спасском подворье. Ульяновская «Волга» сыграла с Ижевским «Зенитом». Подробности матча в ближайшие минуты. А теперь обо всем этом и многом другом более подробно. Бесплатно получить землю под строительство жилья смогут жители Ульяновской области. В региональном департаменте госимущества подготовили изменения в региональное законодательство. Теперь любой гражданин нашей области может получить в безвозмездное пользование участок земли в отдаленном районе региона на срок до 6 лет. На этом участке люди смогут везти подсобное, крестьянско-фермерское хозяйство или просто построить дом. Законный проект четко прописывает, что люди, получившие земельный участок, на протяжении 6 лет не будут оплачивать никакие взносы, ни земельный налог, ни арендную плату. По истечении 6 лет в случае строительства жилого дома данное лицо сможет приобрести земельный участок как собственник этого здания. Получить землю человек может только один раз. И если за 6 лет на участке не будут построены дом или ферма, то государство участок заберет обратно. В первую очередь это стимулирует людей возвращаться в эти отдаленные районы и заниматься деятельностью. Потому что то, что мы видим сегодня, как правило, на вот этих вот, хотя и земли-то имеют государственную или муниципальную собственность, там, как правило, никто ничего не делает, растет бурьян. А если будут появляться активные люди, у нас есть шанс, что эти села будут становиться востребованными, не заброшенными, и там будет появляться хозяин. Пока на данных условиях земли выделяются в семи районах области. Базарно-Сызганском, Барышском, Николаевском, Новомалоклинском, Павловском, Радищевском и Старокулаткинском. В Ульяновской области состоялся второй съезд регионального отделения общественной организации «Опора России». На этой площадке ульяновские предприниматели обсудили свои проблемы и меры поддержки, которые им оказывают региональные власти. Региональная корпорация развития предпринимательства собрала на площадке общественной организации «Опора России» более 60 предпринимателей, лидеров в своей отрасли. Это мероприятие посвящено тому, чтобы обеспечить возможность коммуницировать бизнесу и представителям власти между собой. Здесь на площадке съезда лидеров собираются не про то, чтобы поныть, как тяжело, а про то, как сделать, как развить свой бизнес. И здесь сегодня есть лидеры в различных направлениях и промышленном производстве, в сфере услуг, в образовании, в новых агротехнологиях. Люди, которые хотят сегодня найти себе интересных партнеров в бизнесе, хотят найти какие-то ответы на вопросы от представителей органов власти. Алексей Шульга строит дома и делает мебель. У него работает около 300 человек. Уже во время представления, знакомства с друг другом, он нашел предпринимателей, с которыми, как он выразился, есть о чем поговорить. Впрочем, цель данного мероприятия не только наладить партнерские отношения среди бизнесменов, но и благоприятное сотрудничество бизнеса и власти. Команда корпорации развития предпринимательства, во-первых, она готова к открытому диалогу. То есть они, ну вот, организовывая вот это вот мероприятие совместно с опорой России, они берут просто, смело называют, сотовые телефоны, предлагают встречаться, предлагают общаться, как бы, открытый стол, как бы. И это рождает, ну, какое-то доверие, какие-то новые возможности. Но в целом, например, там, например, я вот из себя извлек, что вот я, например, по экспорту не дорабатываю. Вот сейчас мы планируем совместно с корпорацией принять участие в выставках международных. Вот мы запланировали на следующий год две выставки в Минске и в Алма-Ате. Уже более двух лет в Ульяновской области внедряется в пилотном режиме рискоориентированная модель контрольно-надзорной деятельности. Количество проверок предпринимателей в регионе уменьшилось сегодня в 10 раз. Исключается и дублирование требований. Когда разные контрольные органы предъявляли одинаковые претензии одному и тому же предпринимателю, появилась альтернатива разорительным штрафам от 70 до 100 тысяч. Особенно это касается тех, кто начинает свой бизнес. Принято решение. Губернатор это решение инициировал, и мы его реализовали. Которое позволяет предпринимателям, которые впервые совершают правонарушение, он начинает свою деятельность и нарушает либо в силу незнания, как правило, обычно это бывает, те или иные нормы закона. Если это нарушение не оказывает существенного влияния, не представляет угрозы для здоровья граждан, то наша принципиальная позиция, чтобы это первое нарушение предпринимателя ограничивалось предупреждением. И мы в числе лидеров Российской Федерации, который подобные нормы уже внедрил в региональный кодекс об административных правонарушениях, благодаря этому бизнес избавлен от этих рисков потенциальных. Малый и средний бизнес всегда считался локомотивом развития экономики как отдельных регионов, так и стран. Сегодня в Ульяновской области в нем занято более четверти трудоспособного населения. И это не предел. Местные власти дают возможность предпринимателям расширить поле своей деятельности. Конечно, мы будем активно заниматься продвижением продукции малого бизнеса, если, конечно, это будет востребовано с вашей стороны, потому что мы создали нам эту очень неплохую систему продвижения бизнеса как внутри России, так и тем более за пределами. Все это, несомненно, должно нас привести к улучшению состояния предпринимательского климата в Ульяновской области и одновременно даст нам возможность создать достаточно большое количество бизнесов. Благодаря планомерной работе Ульяновского правительства наш регион сегодня один из лидеров России по таким показателям, как лучшая практика ведения бизнеса и забота о бизнесе. Любовь Фомичева, Алла Шахова, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. В Ульяновской области полицейскими изъята партия контрафактного алкоголя. Сотрудники регионального ОМВД выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции. Как выяснили полицейские, водка, произведенная в республике Казахстан, продавалась на территории Заволжского района Ульяновска без соответствующей лицензии и сопроводительных документов прямо с автомашины Киа Рио. По факту незаконной продажи товара, свободная реализация которого запрещена или ограничена, на водителя автомашины 1981 года рождения был составлен административный протокол. Полицейскими из незаконного оборота было изъято 240 литров алкоголя. И к другим новостям. Юр Волга. Новый виток в форуме. Сегодня второй день работы Ульяновского регионального юридического конгресса. А это поиск талантливых юных юристов и обмен опытом. На следующий год организаторы планируют усовершенствовать систему. О работе форума этого года и о планах на следующий в материале нашего корреспондента. Юр Волга открывает свои двери уже в шестой раз. Изначально проект, инициированный главой региона Сергеем Морозовым, задумывался как площадка для взаимодействия и обучения молодых юристов. И сегодня форум — это реальная возможность представить свой опыт в решении профессиональных вопросов и познакомиться с передовыми практиками. Сталкиваются разные поколения от молодых юристов, которые смогут определиться с дальнейшим направлением, где они будут работать и учиться. Средняя, то есть мы по факту, которые можем, в принципе, перенять какой-то опыт от более взрослого и зрелого поколения. И зрелое поколение, которое передает нам опыт готовить себе достойную смену. На слезе юристов появляют талантливых молодых юристов, которые предлагают прогрессивные инновационные идеи по политико-правовому развитию государства. Эти ребята становятся, и многие уже, те, кто участвовал на первой юрологии, заняли определенные посты и в федеральной власти, и в региональной власти, и проявили себя как талантливые юристы, ученые, бизнесмены в сфере юриспруденции. И это мероприятие однозначно даст и в этом году положительный импульс. Без нововведений не было бы и продвижений. Поэтому, по словам организаторов, планируют создать проектный офис, который в ближайшие месяцы разработает новую концепцию ЮрВолги. Главная цель – затронуть все возрастные категории юристов. У нас будет одно направление для молодых юристов-студентов, а второе уже для молодых, может быть, даже аспирантов, в том числе кто-то научную деятельность решит продолжить. Ну и именно молодых специалистов-юристов. На ЮрВолге из года в год затрагиваются темы, актуальные не только для юридического сообщества, но и для всех жителей России. Этот год не стал исключением, и одна из главных тем форума – предстоящие чистые выборы. Также в рамках Конгресса проходит съезд учителей права, уже во второй раз. Всего в мероприятиях принимает участие свыше 500 человек. Антон Никитин, Мария Сафронова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий в день по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, в день перенесения из Едеса в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа возглавил молитвенные торжества на Спасском архиерейском подворье. У монастырских стен, несмотря на будничный день, собралось много ульяновцев. Господи помилуй! Такое масштабное богослужение совершается во время престольного праздника, а в остальные дни служба совершается в храме в честь Иверской иконы Божьей Матери. Монастырь открыт для всех желающих. Матушка и сестры обители ждут всех, тех, кто может послужить своими трудами этому доброму делу возрождения Спасского монастыря. Я желаю, чтобы Господь всем нам даровал силы для того, чтобы в скором времени помолиться уже в храме, посвященной Иверской иконе Божьей Матери. А я надеюсь и верю, что благотворители, как сегодня уже упоминали, к титр этой святой обители приложат все силы для того, чтобы Матерь Божия вновь вернулась в эти стены и чтобы здесь зажегся тот благодатный огонь, который будет привлекать людей к Господу и привлекать и наставлять нас, грешных, на путь спасения. Завершились престольные торжества молебным пением перед старинной иконой Спас Нерукотворный, который удалось уберечь от уничтожения в годы запустения. Также митрополит Анастасия осмотрел ремонтные работы возрождающейся обители. И к новостям спорта. Неудачно сложился очередной матч первенства страны для футболистов Ульяновской Волги. На своем поле подопечные Сергея Седышева уступили соседу по турнирной таблице – Ижевскому «Зениту». Счет был открыт в середине первого тайма, когда футболист гостей Павел Шадрин удачно сыграл на добивании, воспользовавшись ошибкой защитников Волги. За три минуты до перерыва оплошала уже оборона гостей. И Радик Хайрулов точно пробил после розыгрыша штрафного. Ничейный счет продержался до 76-й минуты. Когда все тот же игрок гостей Шадрин после паса пяткой отправил второй мяч в сетку ворот Волги. А за три минуты до конца матча этот же футболист забил и третий гол, установив окончательный счет матча 3-1 в пользу «Зенита». К сожалению, нужно признать, что поражение закономерное. Соперник сегодня использовал все, что можно, свои возможности. И с Шадрином сделали бразильцы, наши игроки. В этих эпизодах, конечно, мы не разобрались. Ну, впечатление, конечно, рады, что победили. И я вот сколько тренеров работаю, даже сколько год ни разу здесь не выиграли. Поэтому хорошо, что традицию сломали. Ну, а так, в принципе, плавно игра сработала. Команда из Ижевска с 13 очками вместе с клубом «Челябинск» возглавляет турнирную таблицу. У Волги, как и еще у трех коллективов, по 10 очков. Следующий тур 4 сентября. Волга сыграет в Тольяте с местной «Ладой». И на этом у нас все новости к этому часу. Далее информация о погоде. Ну, а я желаю вам всего самого доброго.